Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала! Благодарю вас всех за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши теплые комментарии в мой адрес. Пусть вам всем вернется в тысячекратном размере. Всех люблю, всех ценю, девочки, мальчики. Ну а сейчас давайте сделаем такой расклад на крестового короля, как он поживает. Что у него в жизни происходит, с кем встречается, с кем прощается, какие планы, с кем хочет строить планы в будущем, с кем хочет остаться, кого любит. Ну все, что покажут карты, то и расскажем, девочки. Давайте сделаем диагностику и посмотрим, как же он поживает, наш крестовый король. А чем он думает? Что у него было в прошлом? Страдает ли он о прошлом? Жалеет ли он о прошлом? Так, смотрите, здесь в прошлом, он сам находится в прошлом, вспоминает свое прошлое с червовой дамой. Здесь он очень страдает, очень плачет, страдает, думает о своем прошлом, скучает по червовой даме, девочки. Здесь я вижу, что червовая дама, очень сильно обеспеченная девушка, очень большие деньги, или она живет очень хорошо через черт, все у нее есть, или, не знаю даже, как сказать, до такой степени у нее никаких проблем с деньгами нету, и спереди, и сзади ее окружают деньги, видите сами, да, вот. Так, ну и в прошлом у них встречи закончились, хотя он надеялся, что все наладится, да, вот. Желание было с ней наладить отношения, но тут все у них как бы закончилось. Червовая дама не захотела его видеть, разговаривать не захотела. Здесь они очень сильно поругались, он получил большой удар, ну и, может быть, здесь был какой-то обман. Скорее всего, Крестовый король, наверное, обманул, раз он так очень сильно страдает. Постоянно виноват Крестовый король. Ну давайте, что у него сейчас происходит со своими чувствами, со своей любовью. Так, здесь я вижу, что у него в данный момент чувства холодные. Чувства холодные. Через улицу он червовой дамой. Так, здесь какие-то, может быть, проблемы у него с какими-то королями. Видите, казенный король, бубновый король, друзья, наверное, или с кем он работает. Вот червовый король, вот с этими королями, какие-то у него, может быть, проблемы. Здесь он печально за казенного короля переживает. Здесь прямо у него, прямо дрожба с молодым человеком, да. Прямо они очень дружат, встречаются, общаются. Но с каким-то казенным королем у него какая-то проблема. Будут хлопотать. Может быть, надо ему заплатить какие-то деньги, штраф, да. Казенному королю. Сейчас у всех штрафы есть. Так. Ну и в настоящее время он хотел бы узнать, как, чего бы дама пожелает и надеяться на встречу. Ну и так же проиграется так, что у него в данный момент встречи с девушками пока нету. Как будто нету, да. Вот видите, ни одной девушки нету. Сейчас его интересует работа, друзья. И вот три короля у него в голове, в мысле, да, с которыми он общается, встречается. И они говорят о работе, о делах, о деньгах. Ну и его интересует, хочет он хлопотать с червовой дамой все-таки. Думает, девочки. Ну давайте, что будет в будущем. Так, что же будет в будущем крестового короля? Здесь, здесь у него будут встречи с бубновой дамой. И с червовой дамой тоже. Думает, что все-таки с червовой дамой наладит отношения, будет радоваться, хочет с ней встречи, да. Но здесь, может быть, червовая дама сама уже не захочет встречаться с крестовым королем. Может быть, червова дама уже имеет или ждет ребенка, да. Здесь детская карта. И ей червовой дамой уже как будто ничего не надо. Ничего не надо крестового короля. Здесь также есть бубновая дама, да. Вот бубновая дама. Вот эта бубновая дама какие-то действия сделала, сделает в будущем. крестовому королю, чтобы у него с червовой дамой ничего не получилось, чтобы она была пустая, и чтобы он на нее злился, ну и чтобы расстались. Ну, так оно и будет по диагностике. Здесь крестовый король захочет быть червовой дамой, объясниться ей в любви, но червовая дама скажет, что между ними все закончено, и ничего не может быть. Ну, и вот он с дубновой дамой, вот пока он с ней будет, а что дальше будет, останется ли он с ней еще в будущем долгое время, мы посмотрим. Так, ну давайте, как он поживает, что он делает. В данный момент никаких девушек, ни о ком он не думает, в прошлом был, у него червовая дама была, ну, они как-то расстались, расстались нехорошо. Ну, в будущем не вижу, чтобы они встречались, чего бы дама не захочет. Ну, посмотрим, что карты скажут. Расклад общий, поэтому это мы все знаем уже. Так, под сердцем у него, жизнь его, жизнь его перевернута, все перевернуто на сердце. Работа, жизнь, работа, об этом он думает. В голове, в мыслях, одна чернота, девочки. Очень душевно переживает, какой-то замкнутый, закрытый. Закрытый, никуда не ходит, на свидание никому не ходит. Ну, как показал в диагностике, так же и здесь. На пороге тоже, на пороге тоже, вот, слезы, дорога перевернутая, ну, и бубновые хлопоты. Может быть, детская карта, и то перевернутая. Не хочет, не хочет никого видеть, ни ребенка, ни даму бубновую, никого не хочет. Очень много черноты у нашего Христового Короля, который сегодня к нам пришел. Много черных карт. Так, сделаем, чтобы лучше видно было все. Так, в прошлом здесь он хлопотал в червовой даме, так же он и об услуговой даме, тоже какие-то встречи у него были. В будущем какие-то деньги он тратит. Это, может быть, деньги, тратят денег, будут переживать. И так же интерес к кубновой даме тоже сделает. Не хочет он интересоваться к кубновой даме. Любви нет у него к кубновой даме, девочки. Вот, не хочет. Вот такой король пришел, ничего не хочет. Наверное, разочаровался конкретно, да, во всех. И еще не хочет. Сейчас все разложим и будем все вместе читать. Так. Ну что, наш крестовый король, который пришел, очень такой, знаете, и настроения нету, и желания нету, никуда ходить. Очень душевно переживает. Закрытый, замкнутый мужчина, да, вот. На свидание никуда не уходит. Под сердцем тоже. Думает о работе, о делах думает. Ну и здесь он вспоминает о червовой даме, как он с ней расстался, как он ее потерял, об этом думает. Здесь крестовый король, который пришел, очень страдает по червовой даме, девочки. Надеется, что неожиданно будет встреча, и у них любовь продолжится. Надеется и интересуется червовой дамой. На пороге тоже, как бы, переживания, слезы у него. Никуда не хочет, как бы, идти. Ходит просто по друзьям, вот. Встречи с друзьями, общение, и все, девочки. В прошлом здесь у него была бурная любовь к червовой даме. Видите, любовь, разговоры, встречи, свидания, интерес был. Хлопотал к ней, дарил цветы. Подарочки были. Червовая дама тоже была очень веселая такая. Встречались они какое-то время, да. Вот потом тут, как дама появилась, бубновая дама, да, с любовью. Хотя она не вышла в раскладе. Вышла ее любовь только, и то в прошлом. Тут была у него любовь к бубновой даме. Ну, и из-за этой дамы, видимо, узнала червовая дама что-то. Или здесь, может быть, бубновая дама влезла в отношения между ними. Со своей любовью в прошлом появилась, звонила, писала. И червовая дама уже не захотела встречаться с крестовым королем. Вот таким методом они как бы расстались в прошлом. Сейчас он очень страдает, очень скучает, страдает. Прямо никого не хочет, никуда не хочет. Только думает о любви к червовой даме. Думает неожиданно, что все наладится, интересуется, надеется. В будущем здесь какие-то у него, в его жизни, какие-то есть желания, общение. Ну, думает здесь о каких-то, какие-то деньги маленькие зарабатывает, да. Вот, небольшие деньги зарабатывает. Ну, и здесь, раз дама не вышла, здесь интерес он имеет к деньгам, но они ему очень тяжело идут в его жизнь, да, вот. И чувство у него, если это интерес к новой даме, проявит себя, да, вот. Чувства у него в новой даме нету. Он думает только о червовой даме. Ну, и в будущем тоже, смотрите, собирается, наверное, к его дому друзья. Вот, в новый король, казенный король, которые показали в диагностике. Вот к этим людям он хлопочет. И то через «не могу», через «не хочу», встречаются, общаются и расходятся. Так, ну, посмотрим дальше. Поживает наш король очень так невеселенько, да, вообще. Ему очень плохо, грустно. Вспоминает свое прошлое. Ну, и думает, что неожиданно все наладится у него. Ну, давайте будем смотреть дальше. Так, посмотрим, что же тут было в прошлом еще. Карты, которые не вошли в расклад. В прошлом тоже он бубновую даму сделал пусто. Очень на нее злился. Может быть, она магичила его. Да. Пусто сделал бубновую даму. Потом она отвернулась. И замагичил тестового короля. Чтобы он попотал к ней, да, вот. Ну, давайте теперь будем смотреть, какие у него будут действия. Хоть настроение у него появится, посмотрим. А то очень грустный пришел наш кистовый король сегодня. Вообще нет ни желания, ни настроения, ничего нет. Вот у него встречи с червовой дамой нету, девочки. Смотрите, как у них чувство у обоих перевернуто. Ну, здесь бубновая дама замагичила его конкретно. И у него никакого желания, настроения нету. Постоянно думает о червовой даме. И он холодный, и она тоже. Червовая дама тоже не хочет. Ну, и он тоже какой-то не такой. Ну, он любит, а червовой нет. Хочет он встречи. Встречи у него будут с бубновой дамой. Будут они разговаривать все-таки. Так, интересуется к червовой даме. Но пока встречи я не вижу. Его дорога к ней перевернута. Так, думает он о бубновой даме и о червовой жизни. И червовая жизнь прям перевернута. Прямо не подступиться к ней. Но у него есть большое желание увидеть ее. Поговорить с ней, подарить что-нибудь, какой-нибудь подарок. Хороший хочет проявиться. Хлопотать будет и к червовой, и к бубновой девочке. Здесь бубновая очень надеется, рассчитывает на престола короля, что у них будут серьезные отношения. Здесь он очень плачет, очень плачет. Ему очень больно. Хочет говорить с червовой дамой. К бубновую даму он обманывает, девочки. Идет по обману. Ну и ему она не нужна. К бубновая дама у него депрессия, удары, переживания. Не хочет он ничего иметь с бубновой дамой. Так и показала, и в диагностике тоже. Ну и здесь тоже так же. Так, крестовый король в жизни очень печальный. Встречи с червовой дамой особо нету. Но все-таки он надеется, что все исправится. Надеется наш король на червовую даму все-таки, что у них все наладится. Будем смотреть. Что за препятствия у него есть? Вот он будет хлопотать в червовой даме. Без червовой дамы у него в жизни идет. Все у него в жизни перевернуто. Что же произойдет? Все-таки встреча будет. Разговаривать будет. Будет говорить, что любит, что надеется, что все хорошо будет. Так, свидание. Свидание с казенным королем у него будет. Что его удивит, девочки? Его удивит, что тут разговор по телефону будет с червовой дамой. Разговор будет хороший, благородный разговор. Что одиночит его? Ему плохо, что бубновая дама проявляется. Что тревожит? Тревожит пустота, злость в червовой даме. То есть тревожит. Что порадует? Ну, порадует или будет печалить эта бубновая дама. Хоть она и пустая для него, но все равно она проявляется. Успокаивается червовой дамой. Ее любовью успокоится все-таки. Ну, посмотрим, девочки. Так, для него, для дома, для сердца. Что было, что будет, чем он успокоится. Так, для него, для нашего короля. Звонок у него будет к другу. Ну, звонок, может быть, не возьмет или не услышит пустой звонок. Или просто пустой звонок, который ничего не означает. Да, вот с другом будет какой-то звонок для дома. Для дома он очень думает и надеется на червовую даму, что в его жизни она будет. Да, вот думает все-таки. На сердце. На сердце думает встреча, свидания с червовой дамой будет. Значит, что было в прошлом. Интересовался и к бубновой, и к червовой даме. Что же будет? Злиться, что бубновая дама проявляется. Успокоится червовыми разговорами. Так, для него. Здесь, скорее всего, будет звонить бубновая дама, и он делает пусто хлопоты к бубновой даме. Для дома. Для дома хочет, чтобы червовая дама жила с ним, чтобы он часто ее видел. Этого очень хочет. Для сердца. На сердце тоже хлопоты будет к червовой даме. Желание есть в виде червовой дамы. Ну, у них хлопоты здесь обоюдные. Может быть, червовая дама уже в него опять влюбилась, и все прошлое простила. На сердце здесь хлопоты обоюдные. Встеча будет, свидание будет. Что было, девочки? Была у него любовь к бубновой и к червовой даме, но с червовой дамой все разрушилось в прошлом. Что же будет? Здесь он будет разговаривать со своим другом, да, вот, молодым другом, и хочет поговорить. Он какой-то злой, обиженный, не знает, что с бубновой дамой сделать, и он будет говорить с этим королем, да, вот. Или может проиграться так, что здесь бубновая дама очень надеется, она постоянно говорит об этом ему, а он злится, девочки. Может и так проиграться, у кого как. Ну и чем же он успокоится здесь? Ну здесь все-таки он поругается с бубновой дамой. Будет здесь крупная ссора. Нет у него желания с ней видеться. И так он еле налаживает отношения с червовой дамой, а тут бубновая дама появляется, и у них будет очень крупная ссора. Здесь как бы ему не до бубновой дамы, девочки. Здесь он хочет с червовой дамой налаживать отношения. Ну и закрывает он свой интерес к бубновой даме. Закрывает он интерес к бубновой даме, и он хочет с червовой дамой свидания, встречи. Здесь он прямо умирает без червовой дамы. Ну здесь я вижу, что все-таки общение у него с ней будет с червовой дамой. Встречи тоже будут. Ну уж очень он боится, это все будет правдой или это все с обманом будет. Уж очень он боится. Но здесь червовая дама тоже с интересом идет, да, вот. Она тоже интересуется, встречи, свидания есть. Он очень любит червовую даму, видите, прямо без нее дышать не может. Прямо без червовой дамы он умирает. Но видела в диагностике, тоже показала, что он очень действительно жалеет, что поругался он с ней, с червовой дамой в прошлом, да. И он вспоминал ее постоянно. И в раскладе тоже. Тоже показала, что на сердце он очень любит червовую даму. Здесь, может быть, мужчина, бывают такие мужчины однолюбые, но здесь у него из бубновой дамы были отношения, но он с ней вообще не хочет никаких отношений, никаких встреч не хочет. Хотя она сама будет проявляться здесь, он будет злиться, да. Бывают такие мужчины. Вот полюбил девушку, да, и на всю жизнь. Но такие мужчины редко бывают. Вот он с прошлого, что он с ней поругался, вот с того раза, с прошлого, он страдает и мучается, и выйдет из-за любовь к червовой даме. И все-таки он с ней будет. Без червовой дамы у него жизни нет. Вот здесь показывает так, как ты. Прямо без червовой дамы, до такой степени он любит, прямо смертельно, между жизнью и смертью, как говорится. Но я думаю, что здесь все наладится, и здесь будет отличная семья, и все у них хорошо будет. Ну, вот такой расклад, девчонки. У кого такая ситуация, всех поздравляю. Ваш мужчина очень вас любит и будет любить, и хочет быть с вами в будущем и в жизни, и везде, как говорится, да. Без вас ему очень тяжело, плохо, дышать не может, жить не может без вас. Вот такой расклад. Ставьте лайки, пишите комментарии, ну и не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео, девочки. Всем удачи, всем любви, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok